Доктор экономических наук, директор института проблем глобализации Михаил Геннадьевич Делягин. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Многие наши люди озабочены одним простым вопросом. Что происходит с российской экономикой? Некоторые говорят, что все стабильно, другие говорят, что буквально через несколько месяцев нас ждет самый настоящий коллапс, а потому надо запасаться гречкой, солью, спичками и уже этой весной ехать на огород сажать картошку. Хотелось бы ваше мнение знать, к чему готовится? Сажать картошку за неимением коррупционеров всегда полезно. Что касается того, что происходит с российской экономикой, ну как вам сказать? Вот если человека выбросить из огна, он падает. Вот и наша экономика падает, но еще не долетел. Проблемы простые. Тотальная коррупция, почти тотальная. То есть коррупция, которая уже производит впечатление не отклонения от нормы, а некоторой другой нормы. Вот как это российское государство сложилось в начале 90-х на руинах советского, как инструмент для разграбления советского наследства, его легализации и вывода фешнебельных стран. Вот так оно и осталось этим государством. Оно разрушается, с моей точки зрения, страну. Поэтому то, что мы называем коррупцией, производит впечатление скорее основы государственного строя. Произвол монополий тотальный, кромешный. Они разрушают экономику. На это навешивается много-много-много всяких других недостатков, но эти недостатки вызваны в основном сутью, что государство, огромная часть правящей тусовки, рассматривает очень искренне своей задачей не развитие общества, не служения народу, не реализации какого-то общественного блага, а личное обогащение любой ценой. А это значит через разрушение, потому что так проще. И дальше пусть трава не расти. Естественно, что экономика такой груз выдержать не может. Какое-то время нас держали уникально высокие цены на нефть и уникальное терпение русского народа, за которое пил еще товарищ Сталин. С 2011 года держать перестало, экономика начала потихонечку замедлять рост. В прошлом году рост замедлился до 1,3%. И в этом году мы из затухающего роста перейдем на растающий спад. Пытаются остановить этот процесс ослаблением рубля. Но ослабление рубля, во-первых, проводится в интересах спекулянтов. То есть очень медленно, очень плавно. Не в один день, как положено, а медленно. Что еще более усугубляет ситуацию. А с другой стороны, уже нет тех резервов, которые были даже в 2008 году. Поэтому ослабление рубля, оно крайне неэффективный рычаг. Других нет, поэтому хватаются за него. Но рычаг все равно неэффективный. Экономика сыпется. Если от разграбления страны не перейти к его развитию, например, из-за страха руководства, то этот год мы проживем точно. Поэтому я бы в этом году призывал не запасать продукты питания, а вступать в общество охотников-руболовов, учиться пользоваться спиннингами, делать запасы катушек, лески и прочих вещей, необходимых для членствия в этом замечательном обществе. Нужно учиться пользоваться, потому что леска в руках, извиняюсь за выражение, идиота. Это оружие, прежде всего, против него самого. А ближе к обострению кризиса уже может просто прекратиться выдача оружия населению, даже если население является членом общества охотников-руболовов. А без оружия вы в условиях системного кризиса труп. Пусть пока временно еще и живой. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь, что государство одумается. Я сам в общество охотников-руболовов пока не вступил, потому что я считаю своим долгом сделать все, что можно, для того, чтобы избежать этого. Но, скажем так, большинство моих, практически все мои знакомые из Единой России, даже те, которые очень не любят охотиться, и страшно не любят убивать животных, они являются членами этого общества. Я думаю, что в данном случае жираф большой, ему виднее. Следует уважать опыт старших товарищей. Этот год стабильности в обществе сохранится. Плохая, удушающая нас, но сохранится. Дальше мы вступаем в зону неопределенности, и можем продержаться еще некоторое время, но до 2018 года ситуация развалится точно. Потому что помимо нашего собственно российского кризиса, есть еще глобальный кризис. Мир, ну, сложился глобальный рынок, на глобальном рынке сложились глобальные монополии, они загнивают, и они обрушат мир в глобальную депрессию. То есть, грубо говоря, в ситуации, когда денег просто нет никаких, ни у кого никакого. Как это будет происходить, не очень понятно, потому что теория для этих процессов не описана. Не написана. Так что впереди у нас, как обычно, веселое время. Я подчеркиваю, как обычно. Не нужно заниматься манией величия. Если кто из вас учил еще в школе астрономии, он должен помнить, что Земля вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите. И при этом вращается еще вокруг своей оси. Причем ось ее наклонена. С точки зрения бытового сознания, это означает, что мир летит в тар-тарары, и это его единственное нормальное состояние. Поэтому не нужно думать, что у нас ждут какие-то невероятные потрясения, которых не выпадало на участь наших дедушек, прадедушек и прочих. Но период цивилизованной жизни, который начался после Корейской войны, он закончился, наверное, с началом буря в пустыне в 1991 году, с распадом Советского Союза. Просто еще не все это ощутили. В Сомале ощутили, в Невославе ощутили, а мы еще не ощутили. Сейчас ощущают на Украине. В этих условиях можно выжить, но для этого нужно государство, которое будет служить своему народу. Этого государства пока не наблюдаются. Мы стараемся его создать, но нас не выходит. Я имею в виду у нас в оппозиции. Уважаемые товарищи, которые сядут в государстве, искренне наслаждаются жизнью, считают, что жизнь прекрасна, и они достигли своей мечты. Они всю жизнь издевались над политруками, которые рассказывали им про коммунизм, и вдруг они поняли, что они были неправы всю жизнь, потому что коммунизм есть, и вот они в нем живут. Но это такой извращенный коммунизм, который для всех остальных может обернуться адом. Вот один из наших читателей спрашивает. Уважаемый Михаил Геннадьевич, я в экономике особо не разбираюсь, но хочу вам задать, наверное, примитивный и наивный вопрос. Вот в СМИ постоянно пишется о зарубежных инвестициях в нашу экономику, о токе, притоке капитала. Но все знают, что у страны денег очень много. Выделяются неслабые средства другим странам или прощаются долги. Почему же государство не инвестирует эти деньги в свою экономику, или ему выгодно отсталость и неразвитие страны? И многие действительно задаются вопросом. Вроде бы и нефтедоллары есть, и у Сталина, когда он проводил свою модернизацию, такого золотого дождя не было. Знаете, вот вас и ваших читателей в правительство Медведева не возьмут. Вы слишком хорошо разбираетесь в экономике. Можете сопоставить две цифры, это уже неприемлемо. А если серьезно, то вопрос мотивации. Что вы хотите? Если вы хотите развивать страну, вам не нужны нефтедоллары. Национальный банк, это шикарный инструмент, который позволяет кредитовать, выдавать кредиты под строительство тех заводов, которые еще не построены. Называется проектное финансирование. Это было в Советском Союзе, это было в Германии, это было в Америке, это было в Японии, это было во многих странах мира, это есть в Китае сейчас. Это можно делать с минимальными инфляционными рисками, если контролировать экономику. Но для этого нужно захотеть развивать. А если вы хотите ее разворовать и построить себе домик в Париже, как Леонид Глубков, наши же либералы-столисты на уровне Леони Глубкова, они хотят украсть здесь и построить домик в Париже. Украсть рубль, разворовать на миллион, разрушить на миллион и построить себе квартирку. Вот тогда все правильно, потому что тогда каждый рубль, вложенный в экономику России, он уже не украден. Он не производительный из расходов. Его можно было украсть, а его не украли. На него дорогу построили или завод построили. Ну как же так? Мы могли на эти деньги построить себе виллу в Каннах, а вы построили на нее завод, на котором работает там 500 человек. Я без виллы остался. Это преступление, это безхозяйственность. То же самое, почему, например, глобальный бизнес обслуживающего либерала так терпимо относится к коррупционерам и с такой ненавистью относятся к коммунистам и социалистам. Особенно к коммунистам. Коммунисты хотят, имея деньги, получив какие-то деньги, они эти деньги отдают народу. Кто-то отдает народу неумно, как отдавал, скажем, Чавес. Просто повышал уровень жизни, но люди жили на пособия, новых заводов не создавалось. Кто-то отдавал даже странно, как Каддафи отдавал. Полковник, 40 лет у власти, не создал собственную военную промышленность. Даже автоматов своих не делал. Как такое может быть? Непонятно. За что я поплатился. Но эти деньги, которые отданы народу или инвестированы в развитие экономики, как в Иране, как в Китае, эти деньги не попадают глобальному бизнесу. Они ему не достаются, они его не обогащают, они не приносят ему прибыль. Поэтому это не допустимо, это преступление. А если я вор? Ну, украл я деньги. Я их куда понес? В фешенебельную страну. Я их жил для потребления украл. И я их вложил в итоге в финансовую систему развитых стран. Я эти украденные деньги отдал глобальному бизнесу. И глобальный бизнес работает, зарабатывает, получает прибыль. Со мной этой прибылью делится. Поэтому для глобального бизнеса и обслуживающих его либералов, а на словах они люто не любят коррупцию, но они преследуют коррупционеров только тогда, когда коррупционеры теряют власть и лишаются возможности приносить им все новые и новые деньги. Пока коррупционер власти, он лучший друг, и с ним поддерживаются, по крайней мере, нормальные рабочие отношения. А вот если тот же самый коррупционер вдруг начинает заботиться о людях, его нужно бомбить. Это неприемлемо. Это нельзя, потому что деньги, отданные людям, или деньги, отданные на развитие экономики, не достаются глобальному бизнесу. Михаил Геннадьевич, чем же тогда объяснить, что российское центральное руководство поддерживает совершенно разных губернаторов? Есть города, областные центры в Центральной России, где буквально по центру города ходят куры, овцы, нет асфальта. Есть, например, Белгородская область, где развитие налицо. В чем причина? То есть, если бы все были коррупционеры и продавшиеся глобальному капиталу люди в руководстве России, у нас были бы только такие губернаторы. И если бы там были только патриоты, были бы только другие. Ну, Россия вообще разная страна. И я говорю о принципиальном выборе. А каждый же делает выбор для себя достаточно сложный. И пропорции разные. Я думаю, что у нас есть губернаторы, которые не платят за свое назначение. Я искренне в это верю. Ни в какой форме не платят. Просто люди настолько хороши, что их оставляют просто, чтобы они хозяйствовали дальше. А есть совсем неумеркие, которые пришли распилить деньги. В России очень разная страна. 83 регионы. А вот вы сейчас говорили о коррупции. А насколько сильно влияет фактор умения управлять? К примеру, Республики Северного Кавказа получают немалые дотации из-за госбюджета. С другой стороны, в Чечне, например, что-то строится, прокладываются дороги, ремонтируются детские сады. А в соседнем Дагестане часто нет ни асфальта, ни общественного транспорта. И люди говорят, вроде и войны не было, а ситуация намного хуже. Ну, Чечне управляет зацентрализованно. Уже это обеспечивает большую эффективность. Дагестан, где только титульных народов 9, управляется по-другому. Но самое главное, что если федеральный центр, выделяя деньги, не контролирует их использование, он тем самым провоцирует с одной стороны воровство, с другой стороны не счет. Объективно. Не так давно, знаете, еще не так давно в Дагестане, когда осуществляли коррупционные продажи должности, людей, чью должность продали и не увольняли. Купивший должность должен бы разобраться с действующим министром или руководителем из комитета сам, самостоятельно. Не разбираясь, как мы помним. А вот в контексте картины российских регионов на какое бы место вы поставили бы Москву, в столицу? С какой точки зрения? С точки зрения коррумпированности, эффективности управления и эффективности решения проблем? На среднее. На среднее. Беусловно, есть регионы хуже, есть регионы лучше. В Москве очень много шокирующих примеров. Например, когда вдруг обнаружили, что тротуары Тверской очистили от стоящих там автомобилей. И значит, можно посадить деревья, можно восстановить то время, когда Тверская была аналогом берлинской унтерденлинден, где были роскошные липы, когда они весной цвели, это был потрясающий аромат, а летом была тень. Что сделали? Из того, чтобы посадить деревья, поставили безумно дорогие какие-то гранитные вазоны, куда каждую весну дерево высаживают, каждую осень его оттуда забирают, отвозят в теплицу на реабилитацию, но иначе, кроме как публичный цех по разворовыванию денег, это назвать сложно. Знаменитая история с тротуарной плиткой, которую плохой тротуарной плиткой заменяли хорошие асфальты. Безумная история с велодорожками. Безумная история, ничего не скажешь. То есть они хороши в парках, но даже мои знакомые хипстеры, которые катаются круглый год на велосипеде, они не катаются по велодорожкам, они катаются по правиложей части, потому что это просто безопаснее. Это нормально. Водитель понимает, что это велосипедист, он ему оставляет место, даже в пробке. Таких примеров очень много. Транспортное движение. Но сказать, что Москва это катастрофа, тоже нельзя. Обратите внимание, стали говорить, что для расшивки московского движения нужно строить эстакады. Я тоже это говорю. Значит, первая реакция была проплачена мэрией блогеров, с моей точки зрения. Строили дикие хапорай по этому поводу, что все идиоты, любой, кто так говорит, это враг народа, мерзавец, и так далее. После чего стали строить эстакады. То есть начальство дошло, может быть, они сами до этого дошли, не обращая внимания на общество. Стали делать. Платные парковки. То, что они шагнули за садовое кольцо, безумие. То, что подняты стоимость, непристойные вещи. То, что смс-ками вы переводите деньги на Кипр, то, что многие паркоматы, они не платят налогов, вообще выведены из-под российского законодательства, это бред, коррупция и безумие. Но, сама по себе идея, наверное, единственная. Плохая, но других просто нет для центра. И вот если так смотреть, 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 то получается, что московские власти такие средненькие. Ну, конечно, когда мне рассказывают, что отремонтировать фасад здания на Тверской и кусочек крыши стоит почти 400 миллионов рублей, и это правильно. Вот все, что я могу привести в качестве аналога, а мы покроем фасад мэрии с усальным золотом, а все остальное разделим ее за собой. Вот 400 миллионов рублей, представляете себе? Ремонт фасада и кусочка крыши, части крыши. Но, с другой стороны, да, Москвой не очень сложно управлять, потому что очень большие финансовые потоки. И дефицит в 260 миллиардов рублей пугает. И то, что простейшие вещи не решаются типа нормализации работы светофоров, которые являются одной причиной пробок, и вторая причина пробок, и главная причина аварии, это состояние дорожного полотна по-прежнему. Но на общем фоне, ну, знаете, я могу назвать десятка два губернаторов, которые намного хуже московских властей, даже с учетом отсутствия денег. А губернаторов, которые лучше московских властей, ну, человека четыре я могу назвать. Так что, скорее, московские власти нормальны. Нужно взять напильничек и шершавым языком плаката пошлифовать. Возвращаясь к теме общефедеральных проблем, многие говорят, что вступление в ВТО нанесло большой ущерб по отечественной экономике. Большой удар нанесло. Другие говорят, что бросьте, о чем вы говорите, ВТО это такой всемирный клуб, состоять в нем почетно и престижно. А, собственно, правила ВТО, они минимально как-то влияют вообще на отечественного товаропроизводителя и беспокоятся не о чем. Вот хотелось бы ваше мнение узнать поподробнее. Ну, представьте себе, что есть всемирный клуб любителей мяса. Едаков мяса. И состоять в нем почетно и престижно. Просто одни состоят едоками, а другие в этом же клубе состоят мясом. Вот если вы будете рваться 12 лет, выпрыгивать из штанов, для того, чтобы войти в этот клуб в качестве мяса, то вы вполне достойны быть членом правительства Медведева, членом российского правительства, достойны быть министром экономики, министром финансов, вице-премьером по реальному сектору и прочими замечательными людьми. Вначале политика была ровно такая. ВТО — это организация, в которой, во-первых, все вступают на разных условиях. То есть это конкуренция. Она обеспечивает свободную конкуренцию, но это на словах. На самом деле все участники ВТО конкурируют на разных условиях. На каких вы договорились войти, на таких конкурируете. И Япония, скажем, имеет пошлину на ввоз риса, по-моему, процентов 300. Если вы хотите ввести килограмм риса, вы должны заплатить в качестве пошлины в три раза больше его стоимости. То же самое в Евросоюзе, близко к Америке. А всякие Киргизии, Украина, Россия вступают на кабальных условиях. Насчет того, что это ни на что не влияет, ну, простите, пожалуйста, Киргизия вступила. Две революции — распад государственности. Украина вступила. Революция — распад государственности. Россия вступила чуть попозже. Поэтому у нас еще некоторое время есть. Но, пожалуйста, революции пока нет. Но сразу после присоединения России к КВТО на заведомо кабальных условиях мы из бурного инвестиционного роста в 7 с лишним процентов перешли в инвестиционный спад. Потому что будут либо инвестиции, либо товары. Все. Говорилось об этом бесконечно. Но у нас есть пропагандисты, которые, так сказать, 15 лет назад выучили, что все, чему учит нас Запад — это хорошо. То, что хорошо для General Motors — это хорошо и для России. Солнце всходит на Западе непосредственно от города Вашингтон. Все эти годы повторяют это. Некоторые экономисты предлагают в качестве рецепта исправления ситуации повышать в России внутренний спрос. Другие говорят, посмотрите, уровень зарплаты в России практически сравнялся с уровнем Западной Европы, Германии, Франции, Испании. Где же мы сравнялись с уровнем зарплаты Германии и Франции? Ну, Испания, ЛАДА, там безработица 28%. Но, простите, пожалуйста, средняя зарплата в России менее 30 тысяч рублей. Причем эта зарплата грязная. При этом нужно понимать, что структура распределения денег у нас разная. В Германии, во Франции и в других развитых странах разрыв между богатыми и бедными невелик относительно. У нас он очень велик. У нас средняя зарплата на шахте Междуреченской, как выяснилось, 80 тысяч рублей была в 2010 году. Когда это объявили шахтерам, они вышли на площадь, чтобы разобраться и посмотреть на этих счастливцев. У кого зарплата 80 тысяч, потому что самый упорный стахановец получал там 40 с копейками. В среднем получали 30-35, а то и 25 тысяч рублей. За очень тяжелый труд. Ну, были массовые беспорядки. ОМОН два раза сгоняли с рельс на железной дороге, которая была перекрыта. Всего-то из-за того, что люди честно сообщили статистику. Потом выяснилось, что статистику рассчитывали с администрацией. Это у нас то же самое. Средняя зарплата работников медицины 32-35 тысяч рублей. Разные пропагандисты называют разную цифру. Правильно, только это считая зарплаты главврачей, его заместителей и прочих чиновников. А так медсестры получают и 9 тысяч, и 7 тысяч. Из одной из властей присылали письмо, что ставка медсестры 3 800. 3 800 рублей в месяц. Вообразить невозможно. Но это будни нашей страны. Германия, ау! Когда так говорят, то это ложь. Это обычная либеральная ложь. Поскольку либерал отстаивает интересы глобального бизнеса против интереса народа своего, не лгать в той или иной форме он не может. Есть редчайшие исключения. У людей, у которых сложным образом их идеалы стыкуются с действительностью. Но большинство, они сознательно не грамотны. Это их сознательный выбор. Если не будут грамотны, они смогут быть либералами и смогут зарабатывать деньги. Так все-таки в нынешних условиях можно повысить внутренний спрос, повысить зарплаты? Вот читатель Игоря спрашивает, можно ли прекратить аутсорсинги и заемный труд, который сейчас... Заемный труд это уголовное преступление, на самом деле. Называется рабский труд. Труд незащищенный. Это деятелец Федерации независимых профсоюзов России в главе с господином Исаевым и Шмаковым. Под сурдинку запрета заемного труда, по сути дела, его, с моей точки зрения, его и легализовали. Когда приняли закон о запрете заемного труда, где было четко написано, что вот это, это, это заемным трудом не считается. И получилось, что они тем самым, насколько я могу судить, легализовали заемный труд. Вот, но это частный случай. Первое. Внутренний спрос можно повысить по-разному. Если вы Абрамовичу подарите триллион рублей, при условии, что он потратит их внутри России, вы увеличите внутренний спрос. Ну и что, и кому от этого легче? Яхты подорожают, недвижимость на рублевке подорожает, хлеб тоже подорожает, только будут меньше покупать. Денег не будет у людей. Вот повысить внутренний спрос за счет повышения благосостояния основной массы населения, да, это задача. Но, во-первых, тем самым вы неминуемо отнимете деньги у правящей тусовки. Это же чудесная история, когда на Автовазе руководитель профсоюза получал примерно в 100 раз больше, чем человек, который стоял у конвейера. 2007 год, реальная история, недавняя история. 800 тысяч, а на конвейере разнорабочий получал у конвейера, 8-10 тысяч. А второе, отлично, вы повысили уровень благосостояния основной массы людей. Но если вы сами в своей стране не производите товары, то будет как учаяся. Они купят импорт, им будет мало. А деньги уйдут из страны, они будут уйдут вашим конкурентом стратегическим. И Америка на деньги, которые ваш народ заплатил, будет вас же и свергать. Поэтому нужно создавать производство. Поэтому нужно следовать примеру всех стран большой двадцатки, которые в условиях глобального кризиса после 2008 года усилили протекционистскую защиту своих экономик. Россия единственное исключение. Благодаря нашему либеральному правительству. Вот, кстати, нынешнее положение российской экономики как-то скажется на положении России в международных организациях большой восьмерки, большой двадцатки. А некоторые говорят, что что бы у нас ни происходило, у нас все равно лучше, чем во многих странах. И на Россию смотрят народы с надеждой. Та же Венесуэла, Украина, Приднестровье и так далее. Ну, вы знаете, пока нефть стоит сто долларов за баррель, у нас лучше, чем во многих странах. Но мы должны исходить из того, что через некоторое время она будет стоить шестьдесят долларов за баррель. Не завтра. Но в шестнадцатом году Южная Корея достроит газовозы. Океанские. Которые повезут сжиженный природный газ из США. Я допускаю, что когда Иран выйдет на мировой рынок нефти в этом четырнадцатом году, это не будет потрясением для мирового рынка нефти. Но вот когда начнется продажа сжиженного газа из США, это может снизить цену и на газ, и на нефть. В первую очередь, конечно, на газ. Это ударит по нам сильно. И я бы всегда помнил Леонида Ильича Брежнева. Когда пошли первые нефтедоллары, в году, наверное, в семьдесят четвертом или семьдесят пятом, он вызвал к себе министра финансов и сказал, так, какие у нас дополнительные доходы от экспорта нефти? Он говорит, ну, такие-то там, несколько десятков миллиардов долларов. Очень хорошо сказал Леонид Ильич. А бюджет ты будешь исполнять, как будто этих денег нет. Но эти деньги направлялись на развитие. Направлялись не очень разумно на развитие. Они направлялись. У нас сейчас нефтедоллары замораживаются, вкладываются в наших стратегических конкурентов, но на развитие не направляются категорически. Это, с моей точки зрения, хуже, чем преступление. Вот многие из числа оппозиции говорят, как надо делать, вроде бы рецепты простые. То есть новая индустриализация, повышение доходов граждан. Тем не менее, этого не происходит в нашей стране. Говорят, виноваты либералы. Но мы помним, что был в свое время красный пояс, где были губернаторы такие оппозиционно настроенные. Нельзя сказать, что в этих областях ситуация была намного лучше. Значит, губернатор не может влиять на экономическую политику федерального центра, никогда не мог. Если вы создали кризис неплатежей, то будь вы хоть с Сальвадором Альенда, хоть с Сальвадором Дали, вы ничего на посту губернатора изменить толком не сможете. Если вы хороший хозяйственник, вы можете вот так вот выкрутиться. И некоторые губернаторы выкручиваются. И тогда выкручивались и сейчас. Но это не большинство. Большинство живет в прилагаемых обстоятельствах и не может их перебороть. Политика определяется на федеральном уровне. Экономическая ситуация определяется политикой федерального центра, и губернатор здесь бессилен. Почему оппозиция предлагает вещи хорошие, и ее не слушают? По очень простой причине. Разница в мотивации. Оппозиция вместе с российской интеллигенцией исходит из того, что государство должно служить обществу. Господа, и четверть века рассказывает о том, что ах, какие ошибки сделало государство. Значит, все четверть века национального предательства это уже больше жизни целого поколения. Если какая-то ошибка совершается на протяжении жизни целого поколения, это даже не политика, это стратегия. И просто другая мотивация нынешнего государства. Оно ориентировано на личное обогащение за счет разграбления страны. Когда вы приходите и говорите, что развивать страну нужно не так, она добродушно смеется, что, конечно, развивать страну нужно не так, но мы же другие задачи решаем, мы же ее пилим. Представьте себе, стоят люди, которые пилят дрова, а вы приходите к ним, рассказываете о том, что если эти дрова посадить в землю, из них вырастут прекрасные деревья, они будут шуметь по ветру, людям нужно печку топить. Неловко себя цитировать, как я сказал, по другому поводу. Очень сложно идти в разведку с человеком, который вообще-то идет на рыбалку. Так все-таки нашим гражданам есть на что надеяться. Ну, помимо того, что надейся только на себя, вступая в общество рыболовов и охотников, запасаясь крупой. А вот вы лично терплите надежду, что государственная политика изменится, что будет опять русский космос, русский прорыв? У меня нет ни малейшей надежды на то, что государственная политика изменится. У меня есть надежда на то, что мы сумеем ее изменить. Хотя само ничего на свете не происходит. Я и мои коллеги, мы пытаемся изменить ситуацию. По-хорошему пытаемся. Некоторые пытаются по-плохому. Но без усилий не будет ничего. Политика не изменится сама под давлением обстоятельств. Политика изменится только под давлением людей. Когда я пойму, что это безнадежно и шансов нет, я уеду. Куда угодно, куда глаза глядят. Многие мои знакомые европейцы, столкнувшись с экспансией агрессивного ислама, уезжают в Аргуай. Например. Но пока есть малейший шанс что-то изменить к лучшему, этот шанс нужно реализовать до последней возможности. Это неприятно, потому что последняя возможность будет уже в условиях системного кризиса. Значит, нужно пытаться реализовать ее там. Желательно, конечно, не доводить дело до системного кризиса. Но, знаете, если бы бабушка была дедушкой, то мир был бы устроен чуть-чуть по-другому. Что ж, Михаил Геннадьевич, спасибо большое, что пришли к нам. Напоминаем нашим читателям, в гостях открытой студии «Свободные прессы». Сегодня был Михаил Геннадьевич Делягин, доктор экономических наук и директор Института проблем глобализации. Вел программу Андрей Иванов. Всего доброго, до свидания. Счастливо, вопреки всему сказанному. Субтитры создавал DimaTorzok в расположении. Пол le经е不 Nab